Всех приветствую на своем канале, а также на одиннадцатой части создания конного приложения на Windows. В этой части мы будем рисовать в нашем окне. Мы зададим свой цвет и закрасим им прямоугольник с помощью C++ WinAPI. Для начала создадим поля для ввода цвета в формате RGB. Нам понадобится три эдита, поэтому я сделаю две копии нижнего эдита. Индекс номера заменим на индексы значений цвета RGB и подставим. Также подвинем окна, чтобы они не налазили друг на друга. Теперь разберемся с командами. Я заменю readField на readColor и при вызове команды readColor будем считывать значения с полей. Сразу преобразуем все значения в цвет с помощью макроса RGB. И также отредактирую кнопку поменять цвет на setColor, а команда будет readColor. Проверим, что поля не накладываются. Я буду рисовать прямоугольник вместо editPolar, поэтому у себя я закомментирую его создание. Теперь рассмотрим, как происходит рисование. За отрисовку отвечает событие vmpaint. Теперь нам понадобится переменная типа paintStruct, в ней мы укажем, где хотим рисовать. Начнем рисование с помощью функции beginPaint. Передадим в нее окно, в котором хотим рисовать, и указатель на paintStruct. Аналогично в самом конце нужно будет завершить рисование. Чтобы нарисовать прямоугольник, вызовем функцию fillReact. Первым аргументом является hdc, возьмем его из paintStruct. Вторым аргументом является указатель на прямоугольник, который мы хотим закрасить. Создадим переменную под прямоугольник. Его размеры можно менять когда угодно, так можно, например, делать движение. Но я задам его размеры один раз при создании виджетов. Рассмотрим, как нужно задавать размеры. Обратите внимание, что мы задаем все в координатах относительно левого верхнего угла окна. Подробно об этом я рассказывал в третьей части. Мы идем против часовой стрелки. Сначала мы указываем x для правого нижнего угла, затем y и x левого верхнего, затем y правого нижнего. Теперь запишем это в коде. Я покажу, как перенести размеры окна в координаты. Сначала записываем правый x, это координата окна по x, плюс размер по x. Затем верхний y, это координаты по y. Затем левый x, это координаты по x. Затем нижний y, это координата по y, плюс размер по y. Теперь запишем указатель на этот прямоугольник в функцию. Третьим аргументом идет кисть. В ней же хранится информация о цвете. Создадим переменную для кисти типа hbrush. Создать кисть из макроса RGB можно с помощью функции create solidbrush. Мы зададим кисть еще при нажатии на кнопку, подставив функцию наш rgb-макрос. Функция вернет нам кисть, ее мы и запишем в переменную. Подставим кисть в функцию прямоугольник. Теперь осталось лишь вызвать событие в mPain. Для этого создадим запрос на обновление окна с помощью функции redrawwindow. Обязательным флагом является rdv-invalidate. Если нужно перерисовать окно сразу же, то нужно добавить флаг rdv-update-now. Также проверьте, что индексы эдитов не совпадают, иначе будет отображаться не тот цвет. Запустим приложение и нарисуем прямоугольники различного цвета. Как мы видим, все работает. Если вы раньше не работали с кодами цветов, то подобрать нужный цвет можно с помощью любого онлайн-конвертера цвета. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.